Друзья, всех приветствую! С вами Алексей Шредер. В сегодняшнем ролике я хотел бы дать замечательный совет своим зрителям и подписчикам. Я уверен, что некоторые мои подписчики к истине данного совета уже пришли когда-то ранее самостоятельно, а раз постигли эту истину, то 100% применяют ее в жизни. Ведь не применять эту истину в жизни – это преступление против себя самого. Она гарантирует вам личностный рост, финансовый, спортивный успех, успех в отношениях с людьми. Но, глядя, наблюдая за интернетом, я понимаю, что большинство людей все-таки плавают где-то не там. Они продолжают концентрировать внимание свое на внешней грязи, внешнем дерьме. Правда, многие люди думают ошибочно, что внешняя среда их провоцирует на просмотр грязи, внешняя среда виновата, все вокруг вот эти вот люди, с которых я смеюсь, они зашкварные, смешные, лжецы, а я не такой. На самом деле, друзья, все не так. Внутренняя ваша грязь, внутренняя, она ищет проявление внешней грязи и концентрирует на этом свое внимание. Это все психология, я не буду сейчас об этом много говорить. Скажу вкратце, чтобы вы понимали, когда ваша внутренняя грязь находит подтверждение внешней грязи, грязь к грязи прилипают, и от этого всего возвеличивается как ваша внутренняя грязь, так и внешняя. Они друг друга питают. Все это очень жестко блокирует ваш рост, ваш прогресс. Я надеюсь, вы поняли, почему концентрировать внимание свое на грязи, это очень деструктивно для вашей жизни. Так вот, как не концентрировать ваше внимание на грязи? Как от этого избавиться? Как избавиться от привычки смотреть всякое дерьмо? И что вам это даст? Рассмотрю данную ситуацию на примере грязи в адрес таких людей, имеющих успех, пусть и сомнительных успех, но все-таки. Как? Александр Невский, Бадюк, Эрик Давидович. Очень много всяких разоблачений, очень много заголовков зашкварности, так называемого обсирательства данных персонажей. Обвиняют Александра Невского в том, что он придумал то, что он по-братим чуть ли не Арнольду Шварценеггеру, что он великий актер, что он трехкратный мистер Олимпий. А я не спорю, разумеется, придумал. Бадюка обсуждает в контексте того, что он придумал якобы Бадюк мастер спорта по всем видам спорта. Я мастер спорта в этом, в этом, в том, в третьем. Опять же, то, что Бадюк все это придумал, скорее всего, факт. Эрика Давидовича за что обсирают во всех инстанциях, во всех роликах. То, что его заделала спортивная тема в интервью с Дудем. Эрик Давидович, конечно же, придумал, сто процентов придумал сказку про то, что он там отжимается 1500 отжиманий подходами по 50 за 3,5 часа. Приседает за час 1200 приседаний. И там на пресс делает скручивание 3,5 тысячи за какое-то время и так далее. Хорошо это или плохо, что эти люди придумали какие-то басни, истории, что они солгали. Для вас это на самом деле не должно иметь никакого значения. Раз это для вас имеет значение, вы это обсуждаете, смотрите сотнями тысяч, миллионами даже. Обсуждаете десятками тысяч комментариев, все это в негативном ключе. Авторы рисуют персонажей, о которых я говорил, с петушиными гребнями на голове и так далее и тому подобное. Весь этот негатив. Друзья, это все плохо именно для вас. Вся эта концентрация на этой грязи плоха именно для вас. Пусть эти люди солгали, пусть у них завышенная честь своя, пусть их где-то что-то задело, они придумали какие-то истории, они раздули там что-то. Это не должно для вас иметь никакого значения. Возможно, где-то вы можете посмотреть в качестве информации, просто знать о человеке. Но если вы с удовольствием смотрите такие ролики, то вы должны задуматься о том, что вы катитесь куда-то не туда. В общем, кратко поясню вам по психологии, почему вы это смотрите и как от этого избавиться. До того, как человек становится осознанным индивидом, единицы людей становятся осознанными. Осознанность – это такое состояние, когда человек никому ничего не пытается доказать. У него эго полностью подавлено его самостью. Эго нет, оно подавлено. Эго больше не руководит человеком. Человек осознан. Ничего этот человек никому не пытается доказать. Все, что он делает в жизни с того момента, как он стал осознанным, он делает для себя. Он чувствует, ему это нужно, ему это нравится и так далее. Человек с эго всегда стремится кому-то что-то доказать. Всегда эго этого человека стремится как-то возвыситься. И поскольку осознанных людей почти не существует, в основном все бессознательные, и ими руководит их эго, то этот ролик, я думаю, будет очень актуальным. И во мне до сих пор во многом руководит эго, хотя у моей осознанности все больше и больше. Эго ищет того, чтобы быть утешенным. Утешенным эго может быть главными двумя способами. Первый способ, так называемый хороший способ. Человек движется к чему-то. Он пытается кому-то чего-то доказать. Своим друзьям, своим коллегам, своим одноклассникам. Человек хочет доказать. Он хочет больше зарабатывать, чтобы люди ему завидовали. Белой завистью, черной завистью, любой. Но он хочет кому-то что-то доказать. Он хочет в спорте доказать. Маме хочет доказать. Хочет своему другу доказать, который в него не верил и так далее. Поймите. Он руководствуется не тем, что как бы он внутри желает, а тем, что от него ждут. Вот это так проявляет себя руководство эго. Но как бы по итогу получается неплохо. Человек берет себя в руки, он берет свою волю в кулак, силу воли. Он движется вперед. Пытается всем все доказать. Это хорошее проявление эго. Теперь о плохом проявлении эго. Оно более массовое. Почему? Потому что для того, чтобы по-плохому тешить свое эго, ну, по-плохому в кавычках, нужно гораздо меньше работать. Нужно гораздо меньше напрягаться. Достаточно просто кого-то обосрать. Либо не самостоятельно обосрать, а кто-то кого-то обосрал. Достаточно на этом просто сконцентрироваться, написать свой плохой комментарий. Потом долго это смаковать у себя в мозгу. Как кто-то зашкварился. Особенно человек, имеющий популярность. Какой же подонок этот Эрик Давидович? Ну, лжец придумал это дерьмо про отжимания. Вон все отжимаются, воркаутеры вывели его на чистую воду. Ха-ха-ха. Какое ничтожество этот бадюк. Мастер спорта по всем видам спорта. Да ты что, вот тебе петушиный гребень на голову. Ты ничтожество, ты придумал это. Ты последний лжец на земле и так далее. Этим самым человек возвышает свое эго. Это бессознательная реакция. Человек не осознает. Он думает, что его самого в этой ситуации нет. Есть только вот тот человек, над которым он смеется. Тот же какой-то, как это были эти дурацкие битвы, рэп-баттлы. Когда друг друга унижали. Может до сих пор это есть, я не знаю. Людям очень приятно было на это смотреть. Миллионы просмотров, как люди друг друга оскорбляют. Та же битва, так называемая, за хайп. Люди с друг другом ссорятся, ругаются. Не важно, на самом деле, не на самом деле. Но внешнему наблюдателю кажется, что на самом деле. И внешнему наблюдателю кажется, что вот-вот было бы приятно, очень бы было бы приятно, чтобы кто-то из этих двоих набил другому морду. На всем этом идет концентрация. Внутреннее эго хочет самоутверждения. Работать оно не хочет, достигать чего-то не хочет. Я самоутверждаться буду тем, что кого-то избили, кого-то оскорбили, кто-то лжец, его на этом подловили. Вы на этом концентрируете внимание и забываете о том, что вы человек, которому неплохо было бы развиваться. А когда вы забываете о том, что неплохо было бы развиваться, вы об этом, то есть вы ничего не достигаете. Вот и все, друзья. Теперь мой главный совет. Как избавиться от просмотра всякого дерьма? Не нужно себе запрещать. Не нужно говорить себе каждый день, «Я не должен смотреть это дерьмо. Это дерьмо для моей жизни деструктивно. Все, я прекращаю его смотреть». Это работает ненадолго. Проходит три дня, вы снова видите заголовок, как Эрик Давидович что-то там опять ляпнул. На этот раз он жмет 100 килограмм, 100 повторений за три минуты. И вы снова туда. Посмотреть, как Эрик Давидович облажался. Это не работает. Что работает на самом деле? Работает система от противного. Вы должны сосредоточиться на себе, на том, в чем вы хотите прогрессировать. Недостаточно зарабатывается денег. Подумайте о том, как бы вы могли и где заработать чуть больше. Завтра заработать чуть больше, чем сегодня, а послезавтра заработать чуть больше, чем завтра. И так далее. Если у вас есть какие-то неурядицы в отношениях с людьми, близкими или не близкими, а они у всех есть, подумайте о том, что бы вы могли сделать лично, сами, от себя, чтобы улучшить отношения с этими людьми, с коллегами на работе, с мамой, с сестрой, с братом и так далее. Всегда есть то, где вы можете немножко подсуетиться и улучшить эти отношения. Вы должны думать об этом каждый день, о своем прогрессе, в отношениях с людьми, в финансах, я уже сказал. Если это спорт, думайте в спорте, о том, как набрать массу, о том, как подсушиться, убрать жир и так далее. Лучше думать обо всем одновременно, обо всех вещах, в которых вы можете прогрессировать ежедневно, обо всех. Пусть это не только спорт, финансы и личные отношения с людьми, это может быть что угодно. Думайте об этом, по мелочам. И это первое. И второе, вам не придется даже думать при этом о том, что у каких-то других людей какой-то негатив, у них что-то не получилось, у них какие-то неудачи. Почему? Потому что, вы сами заметите, это произойдет на автоматическом уровне, сосредоточившись на своем успехе, сосредоточившись, может быть, еще на успехе близких вам людей, успех которых вам не безразличен. Вы сами заметите со временем, вы заметите это. Это будет проявляться все больше и больше степени. Вам станет абсолютно плевать на то, что у каких-то людей какие-то неудачи, у каких-то популярных людей что-то не то, они что-то солгали, их на чем-то подловили. Какого-то человека подловили, стало известно, что он гей, а все думали, что у него нормальная ориентация. Кого-то подловили на том, что он у кого-то украл деньги, хотя на самом деле говорил до этого, что он честный и так далее. Вы заметите, что вам станет на это все, все равно, по крайней мере, на эмоциональном уровне. Вам будет плевать на Эрика Давидовича. Может быть, за исключением того, что он дает какую-то полезную информацию по обзору автомобилей. А по поводу того, что он где-то ляпнул там, Александр Невский, про десятикратный уже, что он мистер Олимпия. Вам будет абсолютно все равно. Ну, вы будете проходить мимо этого. Помните, когда у Владимира, к сожалению, покойного, Владимира Турчинского, спросили про Александра Невского, что он думает про то, что Александр Невский заявляет про свои дутые титулы мистер вселенная. И вот Турчинский ответил замечательно. Это был ответ уверенного в себе человека, неконцентрируемого на дерьме, успешного человека. Вы должны рассуждать точно так же. Ну, что вы пристали к этому мальчику? Ну, хочет Александр Невский называться русским Шварценеггером. Пусть хоть там Богом называется. Это не имеет никакого значения. И если вы точно так же будете относиться вот к подобным вещам и будете думать только о своем успехе в различных сферах жизни, то у вас все будет хорошо. На автоматическом уровне вы забудете обо всем негативе, когда будете думать положительно о своих успехах и о том, как прогрессировать. Все, всем пока. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Продолжение следует...